Друзья, привет! Жители одного из кузбасских городов пришли к зданию администрации и потребовали объяснений, в результате чего мэр как мальчишка начал оправдываться. Но его оправдание просто высмеяли в социальных сетях. Расскажу вам не только об этом. Интересного будет много, смотрите до конца. И начнем мы, друзья мои, с депутата Единой России. Это депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров. И когда смотришь на таких депутатов, невольно закрадывается вопрос, а по каким критериям их туда отбирают? Чтобы другого ничего не было. Ногда через месяц, два, три, семь, двадцать, три. Чего мне надо делать? Почему? Парень, печатать сертификат, попривили. Вообще за это на трех сетях я бы считал, я сам принялся. Ну не надо, не ссороться. Обязательно. Да, друзья мои, депутат открыто на всю Россию заявил о том, что тех, кто покупает сертификаты, боясь этой самой медицинской процедуры, по разным абсолютно причинам, что их нужно расстреливать. Убивать, он говорит, нужно таких людей. Он, по сути, приравнивает таких людей к злейшим просто преступникам, маньякам, убийцам, террористам, еще к кому. И после этого подобные люди кричат, что у нас общество не разделяется. Или вот, допустим, преподаватель Рео имени Плеханова, раньше я вам показывал одного из преподавателей. И, соответственно, для тех, кто не имеет QR-кодов и, в общем-то, относится к ущербным слоям населения. Вячеслав Чеглов считает, что те, у кого нет QR-кодов, относятся к ущербным слоям населения. Друзья мои, не получил цифровую метку, значит, ты теперь ущерб. А те, кто носит цифровую метку с гордостью, может быть, кто-то на лбу ее набьет. Вот те, вот те это высшие слои населения. А это так, какой-то мусор. Но не все люди согласны со цифровкой в общество. Вот, допустим, в Новокузнецке люди не согласны. И там кузбассовцы, шахтеры. Ну, шахтеры, конечно же, в кавычках вы понимаете. Хотя, может быть, шахтеры там и были. Они пришли к администрации и потребовали объяснений. После чего мэр просто начал оправдываться. Мы подавали обращение на регистрацию, встречу губернатора с жителями, как от общественной организации. Под мое служебное удостоверение, что я являюсь представителем общественной организации. Подождите, давайте вы меня сначала выслушаете, а потом будете либо противоречить, либо если вы не компетент, и позовете те, кто есть компетентом. Тогда я сразу позову, потому что вы заберете. Смотрите, на данное обращение поступило уведомление от правительства кузбасса о том, что они выполномачивают администрацию рассмотреть данный вопрос, встреча с жителями, с губернатором. Поэтому других ответов ни от администрации Кемеровской области, ни от администрации Новокузнецка не поступали. Ну где полномоченная администрация? Убежал. Обращение, которое было написано Денисом Александровичем Щедрином на имя губернатора, было направлено, перенаправлено в администрацию города Новокузнецка и поступило к нам вчера, оно будет рассмотрено в соответствии с федеральным законом номер 59 об обращении граждан установленного срока до того срока, который он подавал. Дело в том, что приняли закон в течение 30 дней, спустили специально в регионы, для того, чтобы регионы не успели отреагировать. И если в течение 30 дней это будет рассмотрено, закон будет принят. Вы о чем говорите? Все люди об этом говорят. Денис Александрович говорит, что 16-го они зарегистрировали, до 16-го декабря будет дан ему ответ. И там уже будет закон принят. Закон будет принят через 30 дней. Вы не думаете, что мы все такие глупые-то? Я повторю, что не позднее этого срока Денису Александровичу будет дан официальный ответ. О том, что будет встреча или нет? А вопросы-то когда мы будем задавать? А где уже тогда закон принят? А где сам мэр-то где? Я не могу. Мэр, видимо, решил, что не нужно отчитываться перед людьми. Может быть, он даже считает, так как преподаватели Израила имени Плеханова. Мэры отсиживаются, губернаторы отсиживаются. Отдуваются за них. Вот, заместитель. Там глава-то администрации, если он прячет, что это вот? Кто это? Уважаемый житель, он не прячется, у него рабочий график, который был составлен заранее. Кто это человек вообще непонятно? Вышел он из толпы? Уважаемый житель, у нас встреча с губернатором сроки не состоялась. Все, расходимся. Друзья мои, люди бьются. Действительно, спустили на регионы. Регионы, по идее, должны обсудить. Народ является властью, значит, давайте соберемся все. Вот кто-то у меня спрашивал, Антон, а что делать? Окей, давайте проведем референдум. Давайте проголосуем за введение QR-кодов, либо против введения QR-кодов. И посмотрим ту самую статистику, которую пытаются нарисовать. Да только посмотрим реальную статистику. И тогда уже все решится. Ну вот посмотрите, мэр оправдывается, как мальчишка. И параллельно сейчас комментарии под его постом ставлю. Это просто умора. Дорогие друзья, добрый день. А сегодня вынужден обратиться к вам с определенной информацией. Так вот, на протяжении последних дней в интернете распространяется информация о том, что сегодня, 23 ноября, около администрации города состоится митинг. И на этом митинге граждане должны высказаться против QR-кодов и задать власти несколько вопросов. Более того, те, которые эту информацию распространяют, говорят о том, что глава города будет собирать совещание, проведет всех большой зал, будет выступать. Я, дорогие друзья, вам заявляю о том, что эта информация является фейком. А, вон оно как получается. Смотрите, сколько он фактов собрал в кучу. Встречу, митинг, общение с жителями. Он все в это собрал и все это назвал фейком. Но в то же время, вот, посмотрите, пожалуйста, встреча все-таки состоялась. Люди пришли. Ну вот он стоит, заливает. Это, говорит, все фейк. Ну, видимо, мы сейчас людей видим каких-то фантомных. Наверное, это голограмма. Наверное, на самом деле люди не приходили и все это, как привыкли у нас объяснять, что это все фотошоп, ложь и провокация. Ну, посмотрите, что люди пишут. Видите, да? Это подлая ложь. Это все делается для того, чтобы набрать себе дешевых политических очков. Никаких митингов сегодня не будет. Нам заявления о проведении митингов и уведомления никто не подавал. Соответственно, мы полагаем то, что митинга не будет, а если он будет, то он будет читаться незаконно. И все те, кто придут, будут иметь дело с полицией. Вот, смотрите, полиции прикрылся. Испугались, да? Вместо того, чтобы к людям выйти с людьми, пообщаться, встретиться, обсудить насущные вопросы, полиции прикрылись. Ну, это что такое? Люди что, с тяпками или вилами приходят? Люди просто хотят мирно прийти, пообщаться и заявить о том, что не хотим, допустим, введение киркодов. Может быть, кто-то скажет, что хотим. Но, тем не менее, посмотрите, ну, это же жалкие оправдания. Это так все выглядит вообще. Жалко, как-то по-детски оправдывается, стоит как мальчишка, полиции прикрывается. Я понимаю, что мало кому из власти понравятся мои слова, но это ведь так и выглядит. Уважаемые жители Кузбасса, я президент Кемеровской региональной общественной организации села Кузбасса Денис Щедрин, обращаюсь к вам, так как сейчас чиновники распространяют фейковую информацию о том, что никаких обращений не было, никаких согласований не было. Да, я не скрываю, согласований нам ни отказа не поступило, нам не согласовали. То есть, никакой информации нам никто не дал из чиновников. Но сила Кузбасса, сила Кузбасса, я заявляю, мы публиковали этот документ, у меня вот он, он находится в руках, это обращение к губернатору Кузбасса о встрече жителей Кузбасса. Но в то же время хочу вам процитировать, опять же, слова вот этого самого Дениса Щедрина. Ему задали вопрос, можно ли назвать случившееся провалом, но он ответил, что нет. Вот он что заявил. Могу предположить, что сейчас появится толпа критиканов, которые знают, как надо было сделать. Знаете, сделайте. Не моя вина в том, что губернатор не смог выкроить время в своем графике для встречи с народом. Не я выстраиваю его приоритеты, но я сделал то, что посчитал нужным. Попробовал наладить диалог кузбассовцев с губернатором Кузбасса. Дал ему шанс поднять свой рейтинг в глазах жителей Кемеровской области. Я был убежден, что честь морского офицера не позволит Сергею Цивилеву отступить в непростой для него ситуации. При этом я не допустил перерастания попытки встречи с губернатором в митинг и не подверг поверивших мне людей в угрозе административного преследования. Также он добавил, что чиновники увидели, что народ не одобряет их действия. И также народ увидел, что чиновники не готовы к диалогу. Ну и в-третьих, теперь вся страна знает, и это я уже немного переначиваю его слова, что теперь сложнее будет сказать, что Кузбасс поддерживает введение на федеральном уровне ограничительных мер в виде QR-пропусков. И это результат, ради которого стоило оставить все домашние дела и прийти на час к зданию Новокузнецкой мэрии. Друзья мои, а это как раз к слову о том, что если ничего абсолютно не делать, не предпринимать никаких попыток, то ничего и не случится. Если положить гвоздь на доску и смотреть на него, прям прожегать взглядом, писать комментарий ему, мол гвоздь забивайся, забивайся. Или говорить, что ну вот нужно было как-то его так сделать, если не взять его и не вбить в доску, то он не вобьется сам по себе. Здесь происходит примерно то же самое. Смелые жители разных городов выходят, кто-то записывает обращения, кто-то приходит к администрации, я вам буквально каждый день это показываю. И вот теперь ни один пропагандист не скажет, что на самом деле эта страна в целом поддерживает, что регионы поддерживают. На руках и ногах уже пальцев не хватает, чтобы пересчитать все города, где люди выходят и выражают свое мнение и недовольство. Ну и на этом мы сегодня закончим. Не забывайте поделиться данным роликом, подписаться на канал, если ролик вам понравился. А с вами были новости с Антоном Хардиным и я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok